Если мы с Сашей находимся рядом, это значит, что мы не просто ведем эфир. И Саша мне не просто греет руки, потому что в нашей студии сегодня почему-то жутко холодно. Это означает, что в нашей студии появился гость, и мне приходится пододвигаться. Ничего, пододвигаясь поближе, я тебя согрею. Да, и я с удовольствием уже готова его представить. К нам сегодня пришла Татьяна Шкурина, это консультант отдела адресной и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Надеюсь, у вас наша атмосфера не заморозит, наоборот, разогреет, согреет. Напротив. Как началось ваше утро нового дня? Ну, отлично. Учитывая, что я в числе гостей, приглашенных в эту студию, то это очень бодрое начало утра. И вообще, в принципе, этого года, 2020-го, потому что он только начинается. Абсолютно верно. Но уже есть изменения какие-то в законодательстве, в частности, насколько нам известно, в области такой вот гипотетической структуры, как материнский капитал. Могли бы вы немножко рассказать об этом? Ну, прежде всего, я начну с того, что я хотела бы поздравить всех наших зрителей с наступившим Новым годом и пожелать в Новом году, конечно же, здоровья прежде всего, добра, благополучия. И, конечно же, семьям, которые только создались и не только создались, принимать решения в части рождения ребенка. И здесь, конечно, мы вам придем на помощь. И сейчас моя собственная миссия – ознакомить вас с тем, что гарантирует государство в случае рождения ребенка. Помимо федеральных государственных, которые гарантированы федеральным законодательством норм, есть еще федеральная норма, которая гарантирована 418-м федеральным законом. Это ежемесячная выплата в случае рождения первого или второго ребенка. Можно уточнить? То есть, если Антонина рожает ребенка, то ей каждый месяц Владимир Владимирович будет платить? Сколько капает мне на карту? Да. Так несколько некорректно это звучит, Владимир Владимирович. Это шутка. Да, что это путинское пособие, так его в народе и называют. Но действительно, это инициатива президента. Значит, эта норма выплата, она в денежном эквиваленте равняется прожиточному минимуму для ребенка, установленного в конкретном субъекте Российской Федерации. Она привязана к конкретному кварталу предшествующего года. И вот, начиная с текущего года, эта выплата будет составлять в Республике Крым 11 225 рублей ежемесячно. Слушайте, а по отношению к остальной России, это средняя цифра, есть больше, есть меньше? Или это в аутсайдерах? Нет, мы не в аутсайдерах. Я так думаю, что все равно определяется, конечно, вероятно, с Москвой нам не стоит сравниваться. Но у нас мы равняемся на Южный федеральный округ, поэтому мы в этой сетке достойные, скажем так, субъекты. Да, достойный субъект. Ну хорошо, смотрите, значит, выплаты при рождении первого ребенка у нас изменились. При рождении второго и последующего детей какие бонусы, так скажем? Несколько давайте мы акцентируем внимание, что при рождении первого ребенка мы оформляете помощь в органах соцзащиты. А при рождении второго ребенка эту выплату вы оформляете как раз-таки в пенсионном фонде. И выплата осуществляется за счет средств материнского капитала. То есть рождением второго ребенка при оформлении семейного материнского капитала вы вправе, если есть у вас такое желание, написать заявление о том, чтобы из этих средств производилась ежемесячная выплата. В размере, мы уже озвучили, да, в размере прожиточного минимума для ребенка в нашем субъекте. Это 11-225, повторюсь. У нас в органах соцзащиты оформляют эту выплату при рождении первого ребенка. Ну, теперь вы так плавно подошли, что второго и последующего. Смотрите, еще маленький вопрос уточню. А вот 11-225, эта сумма облагается налогом? Вообще это пособие. То есть оно не облагается? Полагаю, что нет. Следующий вопрос касательно, какая семья имеет право на эту выплату. Потому что рождение ребенка, сам факт рождения, еще есть критерии, по которым определяется право семьи при рождении ребенка на эту выплату. Семья считается, имеющая право, это в случае, если среднедушевый доход такой семьи, меньше двух прожиточных уровней по республике Крым. Кстати, вот мы плавно подошли о том, что вообще эта норма, эта выплата у нас введена с 2018 года. То есть она уже стартовала и уже успешно два года у нас в Российской Федерации реализуется. И с 1 января 2020 года, кстати, введены изменения. То есть критерий нуждаемости увеличен до двух прожиточных минимумов. До 1 января этот критерий составлял полтора размера прожиточного минимума. В цифрах я скажу, что до 1 января это было около 15 тысяч, а с 1 января 2020 года этот критерий повышается до 24 тысяч. Что это значит? Что большее количество семей будет иметь право на эту выплату. И, конечно, стоит акцентировать внимание, что изменился срок выплаты. Если ранее срок выплаты предполагал до достижения ребенком полутора лет, то теперь этот срок продлен до достижения ребенком трехлетнего возраста. Но каждый год, то есть по истечению года, то есть до достижения ребенком года, заявитель, получатель этой помощи вновь приходит с новым пакетом в органы соцзащиты. Если это рождение первого ребенка, а если это второй, то в пенсионный фонд предоставляет документы. Ну, прежде всего, это доходы семьи за предшествующие 12 месяцев, потому что, понятно, критерий нуждаемости подключен. И назначается уже от года до двух. И до достижения ребенком двухлетнего возраста, соответственно, та же схема, приходит новое заявление и приносит новый пакет документов, и определяется право на выплату от возраста от двух до трех лет, до достижения ребенком трехлетнего возраста. Татьяна Мироновна, скажите, а это касается только, скажем, собственно рожденных детей или усыновленных тоже? В том числе усыновленных. Собственно говоря, усыновленный ребенок, когда происходит процедура усыновления, да, меняется свидетельство о рождении и вносится сведения, в общем-то, о родителях. И с этого момента этот ребенок становится полноценным членом семьи, родителей, которые приняли такое решение. Татьяна Мироновна, меня еще интересует такой вопрос, правила получения жилищного сертификата. Вы можете рассказать, что из себя предполагает этот сертификат, кто его может получить и как это сделать? Учитывая, что очень ограниченное время, я знаю мое пребывание в этой студии, конечно, мы о сертификате уже говорили. Сертификат – это новая мера республиканского масштаба, то есть она введена только у нас в Республике Крым. И предполагает она семьям, нуждающимся в жилье, по случаю рождения ребенка, начиная с 2019 года, то есть дата рождения ребенка должна быть начиная с 1 января 2019 года, ну и в последующее время, обратиться в органы соцзащиты, предоставить определенный пакет документов и определить право на эту меру соцподдержки. Что это за мера соцподдержки? Значит, первый этап – это определение права на получение сертификата, то есть это как ценной бумаги, в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Далее, если определили право, то есть 12 месяцев, чтобы прийти в орган соцзащиты с заявлением на распоряжение средствами мат-капитала при условии, если семья покупает жилье, то есть наличие договора купли-продажи, либо у них жилье находится в ипотеке, то есть оформлен договор ипотечного кредитования, либо они участвуют в долевом строительстве, есть договор участия в долевом строительстве. Ну, конечно, всех интересует стоимостное выражение этого документа. Дети, рожденные в первом-втором квартале 2019 года – это 850 тысяч в случае рождения детей в этот период, и дети, рожденные в третьем-четвертом квартале 2019 года – это 968 тысяч. Почему меняется цена? Потому что в основу определения стоимости этого сертификата вкладывается 18 квадратов жилья, умноженное на стоимость одного квадратного метра, которое утверждается Министерством строительства Российской Федерации по субъектам Российской Федерации ежеквартально. Вот в прошлом году первый-второй квартал была константа, третий-четвертый поменялся. Ну и сейчас, может быть, в первом квартале тоже изменится это. Татьяна Мироновна, очень полезная информация. Очень полезная. Вы знаете, заслушался, честно. Как вы запоминаете все эти цифры, даты, это, конечно, удивительно. Большое вам спасибо за очень интересный рассказ. Спасибо вам за приглашение. С удовольствием напомню, что в гостях у нас была Татьяна Шкурина, консультант отдела адресной и социальной помощи Министерства труда и социальной защиты Республики Крым.